СПОНСОР СЕГОДНЯШНЕГО ВЫПУСКА СПОНСОР СЕГОДНЯШНЕГО ВЫПУСКА То вы ошибаетесь. Это даже не брусья. Это сведение рук перед собой в кроссовере. Но многие подумали, что с верхних блоков, как делает большинство из вас. И это тоже ошибка. Нет. Смотрите, как мы будем делать это упражнение. И поверьте мне, вы не прочувствуете так грудные мышцы свои ни при каком другом упражнении. Разве что пэк-дэк. Потерпляй. Бабочка, как называется еще этот станок. Но в данном движении прорабатываются и ощущаются грудные мышцы так, как никогда и нигде. Жжение. Ощущение работы внутренней части грудных. Почему так происходит? Потому что движение выполняется как раз таки функционально и анатомически. Для чего предназначена грудная мышца. Приводит руку перед собой. И вы чувствуете работу грудных мышц целиком. От дальнего угла к внутреннему. На протяжении всего движения. И чем более концентрированно вы это делаете, тем более качественно ощущаются ваши мышцы. Вы будете чувствовать нестерпимое жжение. Давайте же смотреть и учиться, как это нужно делать правильно. На что стоит обращать внимание в первую очередь? Посмотрите на парня на заднем плане. Никогда не выполняйте упражнение с выставленной ногой вперед. Ни данное упражнение, ни какое-либо другое. Это чревато проблемами с позвоночником. Почему? Потому что стойка при выставленной ноге вперед, хотите вы того или нет, будет способствовать тому, что позвоночник начнет скручиваться в ту или иную сторону, в зависимости от того, какую ногу вперед вы ставите. Четкая позиция. Две ноги стоят мощно на полу на одном уровне. Обратите внимание на то, что движение выполняется согнутыми слегка. В локтях руками, но угол не меняется. Это очень важно. Также обращайте особое внимание на то, что в самой пиковой точке нужно сделать паузу. Именно эта пауза будет давать нестерпимое сжение в мышцах. И вы будете получать еще психоэмоциональный положительный импульс от данного упражнения. Потому что нет ничего лучше чувствовать работающую мышцу непосредственно во время движения. Я не чувствую нигде больше так мышцы грудные, как в этом упражнении. Даже пэк-дэк не дает такого мощного напряжения. Возможно, все-таки это связано с постоянным напряжением, именно когда вы делаете какие-либо упражнения на блоках. Мне нравится, советую вам. Можно делать это упражнение, выводя руки на уровень грудных, либо на уровень подбородка. Пробуйте, экспериментируйте, либо меняйте от подхода к подходу, либо от дня грудных к дню грудных. Что самое важное? Самое важное это не перебирать веса. Хочется брать вес побольше. Понимаю вас. Но это упражнение напрочь убьет рабочий вес, если он будет неадекватен. Вы просто-напросто не сможете выполнять движения четко, подконтрольно, с несгибаемыми и неразгибаемыми в процессе движения локтями. И не сможете фиксировать паузу. А пауза, повторюсь, очень важна в данном упражнении. Я люблю это упражнение, потому что сейчас у меня проблема с грудной левой мышцей. Я надорвал связку из-за нестабильности плечевого сустава. А еще на днях и потянул широчайшую тоже по этой же причине. Вызывают у меня дикие боли, жимы. И я использую данное движение. Делайте сначала приседания. Либо становые тяги. А после этого можно выполнять данное движение. Если у вас какие-то проблемы с локтями, плечами, вы не можете сжать, отжиматься от брусьев. Это шикарная замена, шикарная помощь вам на данном этапе тренировок. Пробуйте, экспериментируйте, помните о технике безопасности, соблюдайте ее и будет вам счастье. Самое главное это сохранение нашего с вами здоровья. Не забывайте об этом, ребята. А постоянный партнер моих видеовыпусков и спонсор Power Strength Gym. Следи за техникой и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока.